Мы продолжаем отмечать День города и решили еще одним необычным способом его отметить при помощи ирландских танцев. И здесь нам не обойтись без специалистов. В этом деле Ольга Степановская, преподаватель студии ирландского танца, и Екатерина Башурова, также преподаватель студии. В общем, доброе утро. Доброе утро. И с Днем города. Вы же в Красноярке. Да. Прикрепленные. Слушайте, ну у вас такие танцы, как мне кажется, удобные для того, чтобы на самоизоляции заниматься. Как она у вас проходила? Конечно, замечательно. Тренировались? Перестроились очень легко. Освоили новые программы, благодаря которым ты видишь своего ученика. Ну, к сожалению, приходится индивидуально заниматься, но тем не менее это возможно. Сложности определенные, конечно, есть, потому что хочется пойти поправить ногу, как она там должна быть. Да, да, да. И оказалось, что это очень сложно. Не трогая ученика своего, сделать то, что нужно, и прокачиваем свои педагогические навыки. Это очень здорово, на самом деле. Послушайте, ну ирландские танцы, это прямо эффектная история. Это очень здорово выглядит. И вот вы преподаватели, то есть учите других, а я знаю, ирландские танцы очень востребованные. А кто учил вас, мне интересно? Вот как вы всю эту историю смогли освоить? Ну, к нам ирландские танцы пришли, если я не ошибаюсь, лет 10-12 назад, наверное, в Красноярск. На самом деле ездил у нас по городам и весям, разносил вот это вот добро и справедливость в ирландских танцах по всей России. Это президент, руководитель нашей ассоциации, Шон Гаван, он коренной ирландец. Вот. И вот он, собственно, ездил с мастер-классами, показывал, как оно делается, зачем оно делается. И вот именно он к нам в Красноярске пришел. А что это практически к первоисточнику, обращаясь? Да. За несколько занятий можно освоить, получается, да, какие-то основы? Да, можно. На самом деле хватает даже вот от получаса, потому что ирландские танцы разные. Есть танцы исключительно там только ногами, это степо, то, что мы сегодня будем показывать Екатерина Сергеевна. А есть социальные танцы, групповые социальные, они называются кейли. И там это очень простые танцы, основанные на очень простых движениях. Они созданы для того, чтобы потанцевать, пообщаться и просто кайфануть. Но сейчас социальные дистанции явно до социальных не добираются. Да, чуть-чуть осталось, затерпеть, да. Давайте вернемся к популярности ирландских танцев. Мы слышали, что очень состоится большой танцевальный фестиваль. И, в принципе, чего там? Довольно себе не так много осталось. Давайте узнаем подробности и, собственно, идеологию этой истории. Да, это будет сибирский чемпионат. Это будет, грубо говоря, отборочный чемпионат к мировому. Чемпионату, который потом состоит в следующем году в Германии в апреле. И сюда приедут самые лучшие танцоры. Да, вообще практически все танцоры всего Сибирского федерального округа. То есть это более 300 человек, даже более 400, если мне память не изменяет. Фестиваль будет длиться два дня, поэтому приходите. Он будет проходить в конце ноября во Дворце Труда и Согласия в Роще на Металлургов. Самая интересная часть будет в воскресенье. Там будут выступать самые, что ни на есть, лучшие танцоры самого высочайшего уровня. Вот, поэтому подписывайтесь, как говорится, на наш канал. Следите за нашими новостями, мы там все обязательно объявим. Ольга, я думаю, что еще больше людей призвать мы сможем только вашим танцам. Когда они увидят, насколько это круто. Визуально поймут и оценят крутости, красоту ирландских танцев. Но мы на себя такую ответственность взять не можем, поэтому только вы. Только вы. Собственно, танц пол ваш. Можно вас пододвинуть? Да. Отлично. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok